Пятая лекция. Разработка научных работ. Рассматриваем вопросы. Структура научной работы. Написание научных статей. Основная структура содержания статей. Правила сцитирования. Когда мы начинаем работу над научно-исследовательской работой, первая проблема перед нами – это выбор темы. При выборе направления научно-исследовательской работы тема должна быть актуальной, как с практической, так и с теоретической точки зрения, посильной для выполнения, перспективной для последующего продолжения работы в этом направлении в студенческом научном обществе. Достаточно обеспеченные соответствующим первичным материалам. Безусловно, интересный для исследователя, который стимулирует поисковую инициативу. Следует наметить план и этапы основных мероприятий последующей работы над темой. Для их реализации надо предусмотреть обоснование темы, выбор объекта и определение целей исследования, отбор и анализ научной литературы по выбранной теме, разработка гипотезы, составление плана и структуры работы, разработка программы и методики исследования, создание своей картотеки, проведение научно-исследовательских экспериментов в лаборатории поисковых экспедициях, по возможности создания своей экспериментальной базы, использование информации международной сети интернет, проведение исследований и общение его результатов, выводы, оформление поисково-исследовательской работы, рецензирование работы, защита полученных результатов. Написание научной работы требует прежде всего четкого представления об уровне разработки исследуемой темы в науке, потому нужно ознакомиться с основной литературой, которая касается выбранной темы. Поиску этой литературы помогут систематические и алфавитные сборники, а также разнообразные библиографические указатели. Литературу целесообразно записывать на отдельные карточки или в тетради, отмечая все данные о труде, фамилии, инициалах автора, название монографии, статьи или сборника статьи, действия, месте, году издания, название издательства, количество страниц, краткое содержание или цитаты. Традиционная структура научной работы содержит такие компоненты, как вступление, введение, основную часть, выводы, перечень использованной литературы. Возможно также перечень условных сокращений, перечень использованных источник и положение. Для удобства использованное содержание целесообразно подавать сразу после титульной страницы, работая с указанием страниц. Оно может быть оформлено как простой или резонтный план. Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. Главная цель научной публикации сделать работу автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет, в изволенной области исследований. Можно выделить несколько видов научной публикации, монографии, статьи и тезисы докладов. Монография – это научный труд, в котором с наибольшей полнотой стилуется определенная тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов – это краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволяют в должной мере не отразить результаты, не обсудить их и не представляют большого интереса для научного мира. В одном случае, например, при написании заявки на поддержку исследований, тезисы докладов вообще не считываются как публикации. наибольший интерес представляют научные статьи, которые включают в себя как рецензированные статьи, то есть перед опубликованием статья должен проходить рецензированные и нерецензированные статьи, так и труды, то есть материалы, конференции могут быть это. Научная статья один из основных видов научной работы. Она содержит изложения в промежуточном или конечных результатах научного исследования, освещая конкретный отдельный вопрос по теме исследования. Фиксирует научный приоритет автора, делает ее материал достоянием специалистов. Научная статья представляется в редакцию в завершенном виде, в соответствии с требованиями, которые прикрытся в отдельных номерах журнала или сборниках в виде справки автора. Оптимальный объем научной статьи обычно это 6-12 страниц с печатной это 0,5-0,7 печатной страницы. Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название работы, фамилии, инициалы автора, аннотацию на трех языках, на отдельной странице список использованной литературы. Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на раздел и подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные элементы. Вступление, то есть введение, постановка научной проблемы и ее актуальность. Основные и второе исследования и публикации, на которые опирается автор, современные взгляды на проблему, трудности при разработке данного вопроса, выделение нерешенных вопросов в определенных пределах общей проблемы, которым посвящена статьям. Третье, это формулировка цели статей, выражается главной идеей данной публикации, которая, существенно отличаясь от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы. Обращается внимание на введение и научные обращения новых фактов, выводов, рекомендации, закономерности и уточнение известных ранее, но недостаточно изученных. Цель статьи вытекает из постановки научных проблем и обзора основных аппликаций по темам. Изложение содержания собственного исследования основная часть статьи в ней освещает основное положение и результаты научных исследований, личные идеи, мысли, полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, программы эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный вклад автора, достижения и реализацию основных выводов и т.п. Вывод, в котором формулируется основное и на заключение автора, содержание выводов и рекомендаций. Их значение для теории и практики общественной значимости кратко обозначаются перспективой последующих разведок по теме. Жанр научной статьи требует соблюдения определенных правил. В правом верхнем углу размещается фамилия инициала автора, при необходимости указываются сведения, которые дополняют данные авторы. Название статьи кратко отображает ее главную идею смысла. Инициалы ставят перед фамилией, следует избегать стили научного отчета или научно популярной статьи, нецелесообразно ставят риторические вопросы, должны преобладать повествовательные предложения. Не следует перегружать текст цифрами при перечне тех или других мыслей, положений, перечень элементов позиций следует начинать снова строки, отделяя их друг от друга точки сепетой. В тексте приемлемым является использование разных видов перечня, начало в начале, потом далее, наконец, во-первых, поэр, и далее. Цитаты в статье используются очень редко, необходимо отметить основную идею, а после неоскопа указать фамилию автора, который впервые ее выразил. Все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем статье посвящают изложению собственных мнений. Для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует приводить в высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. Статья должна завершаться конкретными выводами и рекомендациями. Статья как правило включает в себе структуру той статьи, включает аннотацию, введение, методы исследования, основные результаты ее обсуждения, заключения, список цитированных источников. Обычная статья включает также реферат и ключевые слова. В конце статьи также могут приводиться слова благодарности. Кратко остановимся на каждую структуру. Название это очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей работе, поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее будет, если работа над названием, возобновиться после написания статьи, когда найдена сама суть статьи, ее основная идея. Аннотация она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что по мнению автора наиболее ценно и применимо в выполненном им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи. Вовведение должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса и новизна работы, если позволяет объем статьи, можно конкретизировать цель и задачи исследования. Актуальность темы, степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы. Эта способность ее результатов будет применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. новизна это то, что отличает результат данной работы от результатов других авторов. Цели и задач исследования важно, чтобы при выборе темы четко обозначать осознавать те цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать определенную идею, ключевую мысль, которая собственно говоря и посвящается само исследование. Задачи это как правило конкретизированные или более частные цели. Цель подобно вееру трансфертывается в комплекс взаимосвязанных с задач. Основная часть включает само исследование его результаты практические рекомендации. Заключение содержит краткую формулировку результатов полученных в ходе работы. выводы обычно пишутся, если статья основана на экспериментальных данных и является результатом многолезных труда. Выводы не могут быть слишком многочисленными. Список литературы это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных. правила цитирования цитата является точной дословной выдержкой из какого-либо текста включенного в собственный текст. Цитаты как правило приводятся только для подтверждения аргументов или описания автора. Возможно 20 способ цитирования. Прямое цитирование в этом случае в кавычках дословно повторяется текст из соответствующего источника. В ссылке на источник в этом случае через точку сепетой требуется точно указать страницу на которой начинается данная цитата. Косвенная цитата когда одна или несколько мыслей возможно из разных мост цитированных источников излагаются автором диплом своими словами но более или менее близко к оригинальному тексту и со ссылками на первоисточники. При цитировании необходимо притерживаться следующих правил. Цитировать необходимо с законченными частями текста то есть цельным предложением цельными небольшими абзацами. Если цитата является законченным предложением то она цитируется как прямая речь. тексту с тексту